всем приветулечки у меня сегодня очередное расхламление шкафа в маленькой спальне и вспоминаю вчерашний день и вчерашнее расхламление я себе даже сделала огромную чашку чая потому что не хватает вернее как пересыхает рот и в какой-то момент становится сложно записывать видео приходится прерваться в общем сейчас у меня чашечка чая так что наливайте себе тоже чашечку горячего чая будем смотреть чем нет шкафу интересненького сегодня если вчера помните мы разбирали шкаф с одеждой которая висит на плечиках сейчас у нас будет часть вот это вот с полками и если с ней пойдет быстро хотя я не уверена там много очень всего может быть тоже не хватит на один раз и еще сверху вот то что вот этот хлам лежит кроме утюга и детских вот здесь вот пазлов их я уже смотрела детские пазлы они целенькие все хватает хватает количество деталей все нормально утюг работает я им даже пользуюсь здесь правда это будет смешно но здесь раз утюг два утюг три четыре пять и вот это шестой ну то есть здесь шесть утюгов но прикол в том что они все работают это конечно не все работают это что-то с чем-то вот ну что а я буду кстати нет я не буду разбирать вот эти полки еще я лучше разберу здесь платяном шкафу здесь два мешка потому что в таком случае я закончу вот эту часть и смогу уже туда повесить наши вещи вот а так я не уверена что я с этими полками закончу за раз и тогда будет и тут не закончено и тут не закончены и наши вещи опять валяются ну что тогда поехали разбирать мешки ух боже мой тут опять шубы да ё-моё сколько шуб в этом доме так шуба шуба дуба можем я даже не знаю что это кто-нибудь в теме что это за мех судя потому что гладкая может быть какая внутри потому что гладкая такая ну возможно это животное в воде плавать умеет так надевать тяжелая и кажется я выгляжу как новый русский в обливной дубленке очень странный шум так дайду подальше сейчас немножко вот так сделаю это мой свитер видео сейчас я заправлю на на то что другой надеть покороче да выглядит это конечно прям прям не очень правда блюдная дубленка ображаться нужно так видимо я это повешу туда же где и остальные шубы пелс бауэр это немецкая надпись ну а так она в нормальном состоянии она поскольку лежала в мешке не знаю почему здесь все шубы хранятся в мешке она помялась но мне кажется если повесить ее на вешалку она в принципе может отвисеться мы посмотрим у меня еще не дошли руки выложить на эсэску те шубы которые разбирала в шкафу в прихожей но я думаю это будет последний шкаф в котором есть шубы ну просто потому что ну больше больше негде в другой спальне я разбирала шкаф там шуб не обнаружилось там была только искусственная дубленка но она тоже ушла в туман потому что она прям сильно не очень так можем еще какие-то можем знаете что господи это шкурки я не знаю шкурки кого скажите мне чьи это шкурки было боже что с ними они сшиты вместе раз два три четыре здесь еще пришита какая-то пластиковая типа цепочка причем шкурки выпотрошенные и сшитые как бы вот на пузике заново только задними лапами без петли нет но это по-любому идет в мусорку потому что это жесть можем еще одно шоу кому нужны шоу еще одна шуба помятая уже прям стрёмная блин я не знаю с кого это шуба она вот здесь полосатая если кто знает тоже напишите хоть блин я буду знать что за меха тут приятная мягенькая но тоже из-за того что видимо много лет валяется в мешке у мездра такая закостенела и прям стало не очень здесь вот она еще прям такая сильно видавшие виды и не знаю кто-нибудь из шуб может быть что-то перешивает потому что например перешить тут большой кусок достаточно спинки он в хорошем состоянии то есть у нее в принципе в плохом состоянии только ворот ну как бы это логично даже более-менее в нормальном состоянии вон рукава то есть видимо ее не носили вот так ничего ну я очень в том что если кто-то что-то перешивает ну например или можно например распороть ее сделать из нее ковер как вариант просто я не могу мне кажется кощуса выкидывать шубы еще учитывая сколько сколько они стоили да и сейчас они стоят нифига не дешево хотя это классная тема зимой греться в шубе конечно тоже хорошо у меня есть одна из мутона но она она коротенькая с капюшоном она очень теплая темная тоже вне времени фасон у него такой чуть-чуть расклешается в общем классная для зимы самое то вот когда были морозы в москве там типа по 30 неделю держалась я надевала все свитера которые у меня были сверху шубу у меня были сноубордические штаны и русские валенки плюс еще шапка-ушанка и в общем я где-нибудь здесь вот картинку засуну вот и в общем в таком виде я ходила на работу но сначала ты одеваешься вот так вот кучу всего на себя надеваешь потом ты на работе естественно потому что на работе в офисе тепло я снимала себя валенки снимала сноубордические штаны снимала свитер и оставалась нормальной рабочей как бы так одежде и мне было хорошо и на работе и по дороге домой нормально я тогда много ходила пешком добиралась на общественном транспорте но очень большой путь вот из этого всего куска занимала пешая пешая дорога вот поэтому нужно было прям вот утепляться чтобы минус 30 просто дуба не дать вот так если очень чувствовала хорошо так один мешок мы с вами разобрали блин чехлы хорошие были когда сейчас уже конечно поломанные молнии до расходятся и в чехла вверх и поэтому чехлы тоже уходят на муху достала еще один мешок а тут еще где-то за кромах валялась господи детская детская как он называется байкова одеялка но тут одеялок детских дохера поэтому такое не пригодится не нужно еще один мешок который мы сейчас с вами будем разбирать он очень шуршащий поэтому я его разобрала и буду сейчас показывать что в нем так как это носить так что-то невероятно сексуальное на кого это это какую-то просто огромную женщину и я вот иногда думаю перед передом к вам развернула я иногда думаю вот производителя которые шьют вот такую одежду на больших женщин на больших женщин из такого материала вот вы смотрите уже просто прозрачный соответственно он тонкий и вот такого фасона кофта то есть она вот здесь на плечах но часто бывает вот здесь вот красиво дал курпулентных женщин но простите она идет по грудью грудью предполагается что тоже большая и у больших женщин еще и живот тоже большой и получается вот это вот сейчас покажу вот это вот резинка она прям на большом животе представляете себе вот эту картину вот так вот это натягивается вот здесь вот еще эти ужасные рюшечки вот этот тут еще смотрите как ужасно сделано защипы для объема больших женщин итак объем куда им еще объема то есть вот это курку кофта она подчеркнет мало того что женщина большая она подчеркнет все ее недостатки и выпить их просто вот так вот поэтому мы вот красиво можно можно одеть красиво большую женщину то же самое адель даже самое эшли грэм они круто одеваются они в своем большом размере они выглядят классно потому что одевают красивую одежду которая подчеркивает их аппетитные формы и скрывает вот эти вот жирочки и неровности а вот это я считаю что таких производителей нужно сажать в тюрьму просто за то что они делая такую одежду издеваются над крупными женщинами а крупные женщины иногда им тоже хочется одеть вот такое что-то в рюшечку но поскольку попадается вот это вот они это покупают и выглядит ужасно а найти хорошую одежду для крупных женщин это вот целый целая эпопея потому что я как-то была сама плюс сайс я была 52 54 у меня был максимальный размер вот и когда я тоже только начала там практиковать стилистику только закончила академию свою я одевала работала с крупными женщин это очень сложный сегмент потому что они хотят из своего большого размера превратиться в сорок шестой с помощью одежды а это это просто невозможно и вот ты работаешь психологом и пытаешься ее научить как красиво правильно одеваться при ее формах плюс при этом современно потому что большинство стилистов говорят нет если у вас что-то больше сорок шестого сорок восьмого размера ну как бы это просто одеваться только чтобы не быть голой я так не считаю я и сама мне было интересно одеть и себя в 52 54 размере и девчонок с которыми я работала было интересно вот одеть показать как это может выглядеть круто вот поэтому я считаю что можно найти одеть и производителем сделать красивую одежду которая подчеркнет это сложно вот а вот таких производителей правда ну вот сажать в тюрьму за преступление против женщин так ладно хватит поехали дальше так тут какой-то халат помните я когда разгребала в спальный шкаф там был тоже к такову аля китайского вида халат но он был длинный черный этот короткий ну этот уже конечно не выглядит шикарным настолько насколько вот этот такой простенький ну что есть то есть что называется я знаете что сделаю с ним я придумала поскольку жизни здесь вот он уже никуда не годится и я до сих пор вот сколько я разбираю вещей я до сих пор не смогла найти ни одного фартука поэтому я оставила свою старую толстовку в которых я делала первое расслабление здесь потому что у нее пузо вот так вот уже просто в пятнах потому что я в ней готовлю мою посуду убираюсь и расслабляюсь очень все вот но она как бы только я надеваю вот так вот сверху либо если холодно я снимаю этот свитер надевают толстовку но она реально уже ужасная вот этот халат можно накинуть вот так вот раз как раз на свитер завязать будет посуду и нормально и мне кажется это будет поудобнее вот и не спрашивайте меня почему я просто не куплю фартук потому что здесь столько брахла что можно этим не заниматься и все это все равно наше пребывание здесь временное мы тут до декабря а потом перебазируемся так что оставлю фартук в качестве ой фартук оставлю халат в качестве фартука потому что он все равно из полиэстера сделан а толстовку мою толстовку как раз вот она а ее значит выкинем потому что сейчас еще раз покажу в чем проблема пятна на пузе и они уже не отстирываются то есть я их пыталась там отстирать и вот этим несчастным фрошем в котором я пыталась отбелить ворот рубашки но это не работает этот фрош не работает вообще ни на что то есть это пятна от готовки или это либо от помывки посуды какие-то темные вот не отмываются я пыталась еще отстирать этим фрошем ник ходил своих белых джинсах и поскольку был дождь ну чуть забрызгал себе сзади игры я пытался стирать фрошем во фрош у меня не знаю несколько часов лежали за моченные ну как бы затертые этим жидким фрошем джинсы нифига вот не помогло вот поэтому фрош не работает толстовка тоже приказала долго жить но я рассказывала про нее про нее да и не говорите мне спари карман будет нормально я не хочу потому что у этих толстовок останется здесь вот такие дырочки от строчки это будет ужасно вот плюс еще но она уже затасканная прям серьезно тут вот еще город желтый вообще вот поэтому выкидываю раз нашлось решение поинтереснее господи еще какая-то розовая розовая розовое платье для кого-то очень узкого а она еще тут порванная ну да порванная конечно нахрен так что-то из искусственного бархата можем можем кофта врюшечка ходите по мере часть по мере это будет оборжаться наверно и так вашему вниманию предлагается кофта невеста графа дракула в общем если я найду сейчас где-нибудь здесь какую-нибудь тоже сумасшедшую юбку я обязательно пойду на какую-нибудь хэллоуин вечеринку в этом году хотя я не фанат я схожу чтобы выгулять просто этот наряд посмотрите искусственный бархат мало того что он неприятный на ощупь он такой знаете как будто гладишь как он называется пенопласт вот это видно что он искусственный он кстати не тянущийся они иногда бывают тянущиеся здесь сделано жабо вообще жабо интересная вещь но здесь она сделана как-то кустарно не очень красиво ну и плюс кофта сильно в как сказать приталенная в ней просто неудобно хотя она абсолютно моего размера но вот двигаться в ней некомфортно и жабо из-за того что этот искусственный бархат сделан видно что сделаны не очень качественно в общем я к чему я к тому что вот жабо она выворачивается вот здесь и наизнанку естественно вот это некрасиво ну и вот я пытаюсь его как-то расправить но тоже не работает ну то есть реально эта вещь была хороша когда было время а это 2000 начало привет вот сейчас она уже вообще настолько устарела что не то что пахнет нофталином из нее уже вот так вот моль летит вот поэтому ну я ее оставлю потому что она мне нравится зеленого цвета и в принципе если ее каким-то образом стилизовать что-то подходящее найти тоже знаете что-то такое типа юбка-пачка или что-то в этом роде то можно прикольно стилизовать и пойти в этом на хэллоуин типа я невеста графа дракула или что-то в этом роде но это мало шансов конечно же на это поэтому я буду разбирать дальше вот но если вдруг найду то оставлю на один раз на костюмированную вечеринку так что у нас тут футболка футболка каким-то солнцем она еще с растянутым воротником смотрите когда у футболок вот так растягивается воротник ну то есть он все он уже потерял форму он вот уже не держится иногда бывает даже хуже эту футболку нужно отправлять в мусор потому что она еще какая-то застиранная но в общем она такая не очень вот в общем нужно отправлять в мусор потому что выглядит это все плохо если футболке живой живой воротник и как бы все остальное там растянутая растянутая это смотрится еще хорошо но если воротник плохой то все если даже здесь осталось хорошем состоянии это все кажется есть хороший воротник здесь состоянии очень можно там съехать типа это стиль гранж модный растянутый вот это вот все но так нет так едем дальше детская рубашка в клеточку ну даже она неплохая а тут еще внутри типа футболка то есть это типа оля футболка на рубашку о нет это на самом деле ужасно смотрите это даже но сейчас покажу как бы можно подумать что это внутри но нет это рубашка который внутри пришит вперед от футболки жесть какая-то в общем это и не рубашка и не футболка ужас нет так еще какая-то футболка ужас какой-то ужас какой-то желтый воротник отправляется этот в ад хотя можно было бы сказать ой я буду в этом спать это же так няшно но на мой взгляд если вы спите с мужчиной они одна такое лучше не надо ну просто потому что понятно да если непонятно напишите в комментариях я сниму отдельное видео так едем дальше шорты какие-то детские мужские шорты серф но они уже жутко застиранные и да и какие-то уже застиранные этим все сказано они застиранные не надо искать еще никаких причин так детское платье девочковые я не знаю в каком сейчас ходят мне кажется вот такое было круто в моем детстве когда я была вот такого размера но для современных детей мне кажется такой такой не носит нет я думаю что так платье комбинация кост какой-то 10 размер ну комбинацию можно оставить потому что эта вещь полезная не так часто нужно вот правда она это конкретно она не тянется материал не тянется мне больше нравится вот у меня дома они тоже из синтетики кстати этой синтетики или из какой-то крепдыши сейчас посмотрим что же такие вот скажите мне как понять как понять вот этого производителя который пишет стопроцентный шелк а дальше стопроцентный полиэстер или шелк это вот это вот ярлычок а все остальное полиэстер но на на ощущение это полиэстер я не знаю где здесь может быть шелк в каком в каком вообще месте но видимо где-то шильдик пришит вот я больше люблю комбинации комбинации черная и бежевая вот я люблю комбинации которые тянутся потому что в них просто удобнее хотя по назначению они ничем не хуже чем вот такие едем дальше так что еще один костюм на хэллоуин смешно так какое-то у нас тут платье платье тоже какой-то теткинское давайте тоже попробую надеть так узковато мне немножко платье размер меньше чем у меня так сейчас я еще опущу простите за черные носочки но вот так я хожу дома так похоже я на зеленую фею ху 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 ну я в общем к чему куда это вот так просто чуть висела я к тому что вот этот градиент вот такие фасоны вот эти еще как сказать украшения вставки в юбку в общем это настолько уже тоже пахнет нафталином что ходить в этом нельзя плюс ко всему ну мне конечно маловато будем признаваться честно вот но вот здесь вот вырез очень некрасиво из него вываливается вот здесь вкладка поэтому либо вырез надо делать больше чтобы ее открыть нормально она вот так сиськой не торчало либо делать вырез меньше вот так чтоб она закрывала и был красивый красиво линия плеча поэтому ну тут еще давайте делать скидку может быть оно мне не может быть а точно оно мне мало он его не смогла застегнуть блин вот но тем не менее в любом случае это платье я сильно устарел я пытаюсь хоть как-то найти ему хоть какое-то применение хоть как-то придумать как его можно носить но нет у меня нет ни одной фантазии куда в обычной жизни его можно было бы носить может быть на какую-нибудь карнавальную вечеринку что-то а я зеленая фея ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля но нет лучше что-то придумать а не лепить из этого что-то гениальное так я из него переодеваюсь потому что мне банально не комфортно потому что она мне узко едем дальше штаны тип домашние штаны интересно в нем верхняя часть есть так size 8 полиэстер да одна вторая часть мне очень нравится вот такого фасона брюки ну то есть они просто прямые на резинке домашние брюки вот но в чем проблема я себе как-то купила полиэстерны и в них невозможно ходить даже чувствуешь себя как в пакете если покупать натуральный шелк плен хлопок да но шелк стоит дохрена дорого вот на полиэстер какой бы ни был прекрасный принт какой бы ни была красивая ткань и все такое ну вот это правда выглядит здорово но в этом чувствуешь себя плохо поэтому не надо девчонки не тратьте деньги потому что это выброшенные деньги и ну вообще бесполезная история так я прервусь потому что у меня собака страдает хочет гулять а потом продолжим погуляла с собакой можно продолжать дальше так что у нас здесь еще интересным уже кота что это а это я troubles я думаю это изнанка слушать так так смотрите какая кофта кофта а это даже не кофта это платье я не буду его надевать позвольте уж простите меня но это мрак здесь и вода и бахрома и оно в обтяг но она тоже трикотажная и тоже будет облегать и все как-то все недостатки подчеркивать и по низу тут еще вон резиночка в общем жутчайшая избавляемся так господи какой-то жуткий топик жуткий топик ну помимо того что он жуткий у него еще все резинки полопались такой и судя по тому что здесь придумано булавочка он еще и открывает сильно грудь поэтому избавляемся так еще что-то розовое какой-то розовый шарфик не знаю быть его ленточка как-то можно повязать ну разве что вот как-то так я можно подлиннее сделать это конечно мрак избавляемся позже еще один халат еще какой оставим для для вместо фартука этот или синий я не знаю такой халат он призывает наверное быть невероятно сексуальным и все такое прочее этот поуже поэтому на одежду его неудобно надевать поэтому оставлю тот вот он наверное призывает быть сексуальным но сексуальности в этом мало мне напоминает это историю про анекдотическую тещу либо еврейскую маму что-то в этом роде которые вот ходят варит пирожки все время ходят в этом халате в таком халате он еще короткий он выше колена вот то есть предполагается что его либо на такие же брюки нужно надевать чтобы это было как кимоно ну правда пояс тут надо завязать потому что пояс здесь куцый либо на брюки такие же нужно надевать и внутрь еще что-то либо непонятно вообще для чего он потому что ну как после душа его чтобы надеть и чтобы было уютненько он не подходит в качестве какой-то сексуальной домашней одежды тоже не подходит поэтому непонятно вообще зачем а кстати есть брюки для него а даже не брюки до под него придумана типа спать комбинация ну тоже здесь проблема со стыковкой рисунка 1 ну ладно это можно еще пережить потому что это сзади ой боже мой боже мой черти что и сбоку бантик вот зачем здесь еще вот этот бантик пришит который здесь вообще не по цвету ни почему не подходят не дай бог кому-то такое купить девочки пожалуйста не покупайте это выглядит странно своих мужчин вы этим не соблазните если вы живете одна это тоже неудобно поэтому купите себе лучше не за там простое хэбэшную домашнюю одежду но условно там брюки и какой-то лонгслив ну типа футболка с длинным рукавом вот в h&m это будет гораздо лучше если он будет в h&m я имею ввиду ну просто в каком дешевом масс-маркете не обязательно в h&m можно в другом какой вам больше нравится я я просто предпочитаю h&m вот и будет это сексуально и вот даже если поскольку трикотаж он мягко облегает тело внутри у вас не будет ну если это пижама либо домашняя одежда ничего там трусы футболка еще что-то это будет смотреться гораздо более элегантное и сексуально на женском теле чем вот такое лучше однотонные особенно если у вас интерьер вот как у меня сейчас ну то есть это советский союз это давно давнишний ремонт плюс еще все как-то далеко от стиля и дизайна вот лучше выбирайте однотонная и вот например я выбрала себе коричневую домашнюю пижаму потому что здесь конкретно этой квартире очень много такого бежевого коричневого оранжево коричневого что-то такого и вот моя коричневая кофейная пижама смотрится в этом интерьере органично она не кричит как вот такое вот типа как инородное тело смотрится она однотонная она просто гладкая где-нибудь тут прилеплю картинку как это выглядит и смотрится это органично и хорошо и мужчина сказал очень сексуально поэтому убила всех зайцев сразу и тепло и комфортно и уютно никакого полиэстера в общем все рады так здесь какие-то еще штаны штаны небось тоже из полиэстера до стопроцентный полиэстер тоже штаны они более объемные чем те золотистые которые я мерила вот но тоже непонятно для чего такие штаны они вроде бы как бы пижаму но в них сваришься поэтому отправляются на покой так что-то вязаная вязаная жилетка но к современным кардиганом которые сейчас входят в тренд это не имеет никакого отношения она по ходу вязаная самостоятельно вот видимо когда-то это было может быть даже актуально но сейчас нет это даже никаким образом не стилизовать только если вы ходите в каком-то стиле буха и очень очень органично можете это сочетать потому что буха он на грани бомжа то есть вот как бы вот эта тонкая грань когда ты смотришь и думаешь о это интересно и фу какой-то бомж вот она настолько тонкая что ну если признаваться честно самой себе и понимать вообще у меня есть зерно вообще стиля вкуса желания возможности ходить в стиле буха или я просто выбираю какие-то такие вот вещи и как-то их миксую вот если второй вариант то не надо не надо лучше упрощать максимально свой внешний вид минимум принтов минимум кричащих каких-то цветов и вот и тогда выглядеть будете гораздо лучше почему сейчас вот пошел тренд на везде кричат об этом что господи слова от возмущения слова из головы вылетают везде кричат об этом что базовый гардероб бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла вот эти базовые какие-то цвета белый серый синий черный потому что они просто вот ты как бы собрал себе гардероб то условно там джинсы у тебя там пару лонгсливов пара футболок положу свитеров все такого бело-серо-синего коричневого может быть бежевого цветов и ты не думаешь как это сочетать хорошо ну или плохо просто потому что две вещи соединяешь они смотрятся хорошо вот этот беспроигрышный вариант если ты понимаешь что у тебя нету вкуса и и ты не хочешь вообще заворачиваться этим ты просто хочешь выглядеть хорошо каждый день без лишних заморочек так ездим дальше у меня уже видео наверное получается на час так какие-то сексуальные типа трусы типа трусы в которых спать какого-то огромного алого цвета знаешь чтобы сказали тебе и стоишь ты в красных труселях и манишь манишь вот в общем убираем пижама детская ой тут даже нету разговора потому что послушайте резинка умерла так какая-то детская что ли майка типа водолазка ну по стилю сейчас такого плана майки входят даже тренд возвращается но здесь в чем проблема здесь зацепки есть она желтая и материал вот даже в материал он не современный то сейчас должен быть современный трикотаж просто гладкий просто ну такой нейтральный тех самых базовых цветов вот а здесь все здесь и водолазка модная безрукавка и принт и полиэстер вот поэтому это анти стайл без относительно того что она уже в плохом состоянии так что то у нас тут тоже какой-то халат халат вот вот халат который имеет место быть из чего он сделал наверняка тоже из какого-то полистера но он неплохо сейчас я надену футболку и покажу вам так вот этот халат но знаете я его честно тоже отправлю на покой потому что он плохого качества у него нитки торчат я просто так не могу понять из чего он сделал вот что с этим халатом если хотите такой типа шелковый халат лучше конечно шелковый но шелк стоит дорого поэтому приходится порой выбирать во первых когда смотрите на пояс он не должен быть вот такой вот тряпочкой это ленточка которую детям волосы завязывают у пояса должна быть форма он должен держать потому что я его завязываю он получается какой-то веревкой это смотрится тоже куца дешево и все такое вот что хорошо с этим халатом он просто ровного белого цвета то есть он как бы не будет нигде выбиваться нигде кричать ничего плюс он длинный вот видите он доходит мне ниже колено причем там даже больше чем ладонь вот и все это вместе сейчас попробую влезть полностью в кадр да и все это вместе смотрится в принципе неплохо то есть под него можно надеть там любую домашнюю одежду сверху накинуть халат если летом жарко можно принципе просто в нем ходить но что еще не очень хорошо этого халата почему в итоге несмотря на то что он однотонный белый не кричащийся такое что в нем плохо он очень тонкий вот этот полиэстер он не плотный он во-первых просвечивается пролегает и неплохая все таки фигура но явно выгляжу плохо вот даже если его погладить сейчас ясное дело мяты это вообще еще угадает вот и все эти нюансы конечно играют ему не самую лучшую роль плюс у него конечно качество отделки учитывая что он без подклада просто ужасное здесь должен быть очень по-хорошему кантик если это хорошая качественная весь здесь должен быть кантик как помните я вчера когда пиджак черный какой-то маленький черный пиджак показывала у него кантинг чтобы не тянулась у него вот здесь хорошо обработанные были швы здесь просто это как будто я не знаю шестом классе пятом классе девочки на уроке труда шили вот плюс он еще весь в катушках в закатушках вот ну и все это конечно отправляет его на покой вот к сожалению хотя вроде бы белый вроде бы длинный вроде бы универсальный но нет то есть вот когда ты выбираешь себе вещи нужно подходить очень пристально и это происходит не за один день во первых нужно насмотренность и нужно еще погоняться за этими вещами на станет какого-то идеального магазина в который ты приходишь и там о базовый гардероб о идеальный халат о классные тапки не нифига это блин такая большая работа что я ну вот сколько я с 2017 года как закончила курс имидж консалтинга потом практиковала как стилист с началом пандемии это все схлопнулась я закончила свою практику как стилиста и до сих пор я понимаю что иногда у меня тоже случаются помутнение и я покупаю какую-нибудь дичь потом через сутки я иду ее сдаю вот но иногда случается вот а какие-то старые вещи от которых ну я не могу избавиться они там дорогие они в хорошем состоянии они там в общем-то классного кроя классного материала красного классного качества исполнения я не могу от них избавиться но я понимаю что они ну вот тут никак вообще блин современные нормально стильный гардероб не вписываются я просто это продаю короче едем дальше а то эти разглагольствования так еще какие-то шорты лонсдейл были когда-то но они вон уже все застиранные затасканные шорты лонсдейл которые почему-то косят немножечко под адидас вот этими полосочками мне напоминают но нет это он лонсдейл но у меня есть ощущение что это фейковый лонсдейл потому что внутри есть вроде как бы хотя нет может и настоящего взял то что он тут шильдик кажется что он сделал но и могу ошибаться вот здесь тоже должен быть шильдик так 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 что-то розовое можно какой-то домашний халат это а это не домашний халат это знаете какая штука это вот в общем одежда рабочая ну типа эти как в булочных пекарнях кафешках может быть вот такую такую одежду носили но это явно у нас никто в этой сфере не работает поэтому не пригодилась так так какой-то какое-то платье тоже затасканы так платье платье полотенца знаете сейчас wakeboard все в теме модно ходить в пончо а это тоже пончо это такие два полотенца как будто сшиты вместе с прорезьями для рук и сверху капюшончик вот а это видимо прототип пончо это платье полотенца смешное но она маленькая и она из тонкой как как сказать из тонкого полотенца и поэтому она конечно не очень так состояние то у него как состояние принципе нормально но непонятно куда в таком ходить потому что ну в городе в полотенце не походишь если погода ведь на себя нас в отпуск как-то тоже странно я прямо на джинсы надеваю потому что не хочу раздеваться какое-то такое странное платье ну может кто-то на пляж мне будет ходить и оставлю потому что ну а нет не оставлю она вон в каких-то желтых пятнах едем дальше у от того халата еще штаны штаны белые да это может быть даже смотрелось и хорошо типа way from fire полистер стопроцентный да вот поэтому ну конечно да несмотря на то что у него очень приятный белый цвет он не кипельно белый он такой знаете цвета шампань на видео не знаю он передается или нет нашу красивый цвет шампань но к сожалению нет это не пригодившаяся вещь так еще что-то пижамного еще один халат но он прям он прям сильно ношеный сильных пятнах не буду примерять в общем розовый даже на видео видно что он переливается желтыми желтыми пятнами о вверх от тех штанов да да вот это как раз я вот очень люблю такого плана такого плана пижамы очень мне нравится но я его долго искал меня жабы душат даже тут написано лакшери вот жабы меня душит покупать шок вот но когда-нибудь я куплю до стопроцентный полиэстер вторая часть из двух вот в полиэстерии вот я говорю я как-то себя купил такую пижаму не она очень нравилась но я прям в ней потеешь ночью ты должен ты должна отдыхать а ты просыпаешься того что ты под на это как в пакете спишь вот в общем это неудобно а так вот такая форма пижама на смотрится очень элегантно я как-то нашла себе пижаму из вискозы вот такого же кроя то есть брючки и домашняя рубашка вот смотрится это очень круто единственное что это было не в разделе пижамы это было в разделе костюма то есть ну был когда-то пижамный стиль пару лет назад в тренде и бренды до сих пор отголоски этому есть в общем разделе костюма я себе купила черную вискозную таким вот похожим рисунком там какие-то цветы были вытканы жаккары ну типа жаккары вот это было конечно круто но как бы не было мне жалко надо заботиться о своих близких поэтому избавляюсь так о божечки юбка привет юбка крестьянка привет из деревни уж какой-то даже вот не могу представить что какая-то современная девушка женщина наденет такую юбку будучи в здравом уме и трезвой памяти свитер вернее свитер а жилетка хотела сказать что она в пятнах но нет это просто такой желтовато серый цвет химическая чистка сриянш натуральная шерсть 46 размер прикольно сейчас померю покажу как это выглядит ух ну да вполне себе современная вещь можно носить в таком casual формате под него можно любашку надеть и какую-то кофту с длинным рукавом и будет нормально с джинсиками в принципе в таком виде смотрится хорошо нет не будем носить тут дыра блин как жалко то а так шерсть натуральная да было бы хорошо в качестве 2 слоя блин вот вот по поводу таких вещей мне становится грустно что жалко его кто-то сожрал боль время неважно зацеп какой-то произошел так что у нас здесь microsoft я даже знаю чья это футболка не когда-то работал microsoft вот но у нее тоже уже умирающий город и плюс и плюс носить мерч прикольно на мой взгляд и стильно и для города если вы работаете в компании microsoft либо они платят вам за это деньги либо на каком-то мероприятии в обычной жизни ну как бы зачем ты ноешь футболку microsoft какое отношение ты к этому не ты выступаешь рекламным щитом для этого бренда именно поэтому я вообще в принципе не люблю вагоманию точнее кажется ты как щит для этого бренда а если ты еще покупаешь фейковое что-то с огромным логотипом вот это вообще ну то есть ты показываешь что у тебя нет денег но ты настолько фанат что готов рекламировать этот бренд на себе как на щите совершенно отвратительной ситуации поэтому на фиг избавляем так еще какая-то толстовка дебби морган размер м шерсть нейлон ну не греет да а я начну молнии можно да я помню был какой-то тренд у меня мне было на лет 14 когда девчонки носили такие кофты на молниях у ребят это подольше сохранилось но сейчас тоже на молния как-то вот не носят плюс она еще котом с нейлоном все на не греет непонятно зачем вообще нужна так еще какая-то сексуальная запуталась что-то произошло так какая-то типа ночнушка но она в зацепах очень странно это наверно не начну он и в зацепах и тут еще и лямка порвалась ну отправляется на переработку так еще какая-то майка quiz тоже каких-то непонятно нитка порвалась майка тоже привет из начала двухтысячных тоже не не форму не держит в лес какие-то жуткие так о это походу ухты посмотрите какая прикольная дебенханс десятка халат и брюки которые были вот от них еще и рубашечка хороший костюм там был бы если бы если бы не несколько но а главное полиэстер дебенханс какой-то ну типа маркс спенсера магазин если мне память не изменяет стопроцентный полиэстер да вот ну в масс-маркете часто делают интересного дизайна как сказать интересного классического классического дизайна который смотрится хорошо в любое мне кажется время но из дурацких материалов поэтому вещь стоит недорого но в ней неприятно некомфортно поэтому отправляем в зрительный зал на покой так ну что у я разобрала два мешка времени на ушло на самом деле очень много и из всего этого я оставила две шубы халат который будет теперь фартуком и платье комбинацию все все остальное к сожалению сожалению отправляется на покой либо может быть кому-то это пригодится как пакет тоже отправляется на покой потому что дырявый все мои прекрасные зрители я была рада что вы смотрели это видео расслаблялись вместе со мной если у вас есть комментарии или как некоторые любят если у вас есть проклятие в мою сторону что я что-то там выкидываю как мне написала одна тетка что русские выкидывают все и потом покупают китайское дерьмо нет русские не выкидывают и не покупают китайское дерьмо потому что это бессмысленно любой человек в здравом уме русские не русские не суть важно расслабляется с умом чтобы потом купить качественные вещи вещи которые хорошие хорошем состоянии хорошего качества кроя современные я их конечно же оставляю потому что на них было потрачено время деньги и усилия их я конечно же не выкидываю поэтому все спасибо что были со мной всем хорошего денечка пока пока